Всем привет! Вы смотрите Универ Ньюз и прямо сейчас о самых интересных новостях Казанского Федерального Университета расскажу вам я, Настасья Иванова. Итак, сегодня ты увидишь. Снова лидируем. КФУ впервые вошел в предметный рейтинг Round University Ranking по медицинским наукам. Главное не допустить ошибку. Юристы КФУ написали правовой диктант. О безопасности в сфере природопользования и энергетики говорили экологи и юристы Казанского университета. Казанский Федеральный Университет вошел в предметный рейтинг науки о медицине агентства Round University Ranking. Какое место занял КФУ среди мировых российских университетов, ты узнаешь в следующем сюжете. Казанский Федеральный Университет впервые вошел в предметный рейтинг Round University Ranking по медицинским наукам. Это международный рейтинг вузов, оценивающий эффективность деятельности 750 ведущих университетов мира. Казанский Федеральный Университет стал 306-м среди научно-образовательных центров мира. Среди российских вузов КФУ занял вторую позицию, уступив только Московскому государственному университету. Казанским Федеральным Университетам были совмещены направления биологии и медицины. Так был создан Институт фундаментальной медицины и биологии. Биология лежит в основе медицины. Это дает серьезный толчок развитию обеих наук. Такое совмещение в итоге формирует результат, который достигается в краткосрочной перспективе. Также Казанский Федеральный Университет впервые вошел в рейтинг Times Higher Education по направлению науки о жизни. Помимо этого в рейтинге Round University Ranking КФУ занял 10-е место среди российских университетов в списке по социальным наукам. Также 8 декабря состоялась презентация дорожной карты Института фундаментальной медицины и биологии Казанского Федерального Университета. На ней присутствовал ректор КФУ Эльшат Гафуров. Во вступительной речи он рассказал, почему был создан медицинский кластер Казанского Федерального Университета. Создать вот такой центр, который быстро бы узнавал с одной стороны все, что делается в России и в мире топово. И второе, пытался все это внедрить в составе этой клиники. Только в этом случае имело смысл присоединять огромный коллектив, по сути, еще раз повторяю, трех медицинских учреждений. Защищал стратегию развития директор Института фундаментальной медицины и биологии Андрей Киясов. На защите рассказали о развитии и путях роста медицинского кластера КФУ. Так, например, он затронул тему дополнительного образования института. Реализация программ наращивается с каждым годом. Опираться только на обязательные образовательные программы не стоит. И мы подготовили сейчас уже, то есть 76 программ идет подготовка, это доп. образование. И посмотрите, как по годам, то есть какие-то из них уже в 16-м мы начали реализовывать, а, так сказать, большая часть уже в 17-м реализуется. И плюс по годам это будет нарастать. Планируется, что в дорожной карте Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета пути развития преподавания и самой медицины будут объединены. Работы по двум направлениям будут вестись в комплексе. Это даст значительное улучшение как преподавательской деятельности, ведь появятся новые возможности обучения, так и медицинской, поскольку профессиональный уровень молодых ученых будет повышен. Артем Тупичкин, Роман Самарин, Универньюс. Кассации или коассации, цивилист или цевилист, юристы должны писать грамотно и хорошо владеть русским языком, считают организаторы правового диктанта. Свои навыки и умения в правовой грамотности смогли проверить все желающие. Анна Глазунова узнала все подробности с этого события. Ажиотаж у столов регистрации перед первой физической аудиторией Казанского федерального юристы пришли для того, чтобы написать правовой диктант. В этом году он был посвящен 25-летию Конституции Республики Татарстан. Мероприятие, в котором мог принять участие любой желающий, вызвало большой интерес среди аспирантов, преподавателей и студентов университета. Принимаю участие в первый раз, так как в том году немного побоялась, а в этом году хотелось бы проверить свои знания, проверить себя. Уже в третий раз декан юридического факультета Лилия Бакулина также принимают участие в написании правового диктанта. И своим личным примером показывают, что юрист должен быть не только осведомленным, справедливым, но и грамотным. Все мы с годами начинаем забывать родной язык, русский язык. Если студенты-первокурсники еще ориентируются в этом более-менее неплохо, то студенты-выпускники, четвертый курс или, предположим, преподаватели, они уже вполне возможно немножко подзабывают правила родного языка. Поэтому все присутствующие собрались, чтобы проверить свою правовую грамотность и знания русского языка. В роли диктора выступил председатель Конституционного суда Республики Татарстан Фархад Хуснудзинов. По просьбе студентов Фархад Гусманович диктовал текст разборчиво, повторял каждое предложение. Они волнуются, не менее их и я волновался, поэтому я пытался сдерживать больше паузы и акцентировать на ударение. Каждый из участников получил сертификаты, а победители будут награждены дипломами и памятными подарками. В продолжении Дня юристов мы в этом зале прошел съезд Татарстанской региональной ассоциации юристов России, где единогласно был избран председателем этой ассоциации уважаемый Халиков Игдар Шавкатович. Очень символично, что продолжение вчерашних мероприятий, продолжение тех мероприятий, которые мы в течение нескольких месяцев уже ведем, и сегодняшний правовой диктант. Напомним, что 7 декабря в Казанском университете состоялась церемония вручения премии юрист года 2017 и российской юридической премии имени Габриэля Шершеневича. Всероссийской премии имени Габриэля Шершеневича были награждены сопредседатели Ассоциации юристов России Павел Крышенинников, а также председатель Татарстанского регионального отделения Ассоциации юристов России Ильдар Халиков. В мероприятии принял участие президент Татарстана Рустам Миниханов. Вручение премии состоялось в рамках съезда Татарстанского регионального отделения Ассоциации юристов России. Не случайно для выключения премии в области юриспреденции выбран Казахстан в Федеральный университет. Аформатор для многих из вас. Анна Глазунова, Леонардо Валерьяров, Универньюз. Экологи и юристы Казанского университета поставили на обсуждение вопросы о безопасности в сфере природопользования и энергетики. Как обеспечить экологическую безопасность в стране и насколько серьезны предпосылки для ее обеспечения, выяснила Аделя Шамилова. Международная научно-практическая конференция «Правовое обеспечение экологической безопасности в сфере природопользования и энергетики» начала свою работу в Казанском университете. Данное мероприятие посвящено Году экологии в Российской Федерации и включает в себя правовые вопросы охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности в стране. Участники затронули различные межотраслевые аспекты обеспечения экологической безопасности на территории России. Определение понятия экологической безопасности нормативно закреплено на многих правовых актах федерального и регионального уровня. Между тем, обеспечение экологической безопасности осуществляется не только посредством регулирования промышленного производства и иной экономической деятельности, оказывающей влияние на состояние защищенности природной среды. Указанные основы определяют стратегическую цель и основные задачи государства в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности, а также механизмы их реализации. Тем более, что предпосылки для этого действительно серьезны. В настоящее время такие предпосылки создаются при определении правых режимов использования природных объектов, земельных участков, водных объектов, их охранных зон, участков лесного фонда, а также охранных зон объектов промышленного назначения. Работа конференции длилась не несколько часов, а весь день. Более того, в рамки программы конференции вошла обзор на экскурсии показаний ираистской части Ворско-Камского государственного природного биосферного заповедника. Работа конференции пройдет до 9 декабря включительно. Аделья Шамилова, Роман Самарин, Универньюс. 2017 год у магистров высшей школы бизнеса КФУ заканчивается на особенно приятной ноте. Магистры школы получили дипломы, которые наглядно подтверждают высокую планку их профессионализма. Кем же становятся выпускники высшей школы, вы узнаете прямо сейчас. 8 декабря высшая школа бизнеса Казанского федерального в очередной раз торжественно выпустила менеджеров международного уровня, которые обладают глобальным видением и транснациональной культурой, способных к поиску оптимальных решений в любой сфере бизнеса. Прошедшая работа помогла сформировать из нынешних магистров школы профессиональных управляющих на основе усилений развития предыдущего опыта работы в бизнесе и менеджменте. Выпускники высшей школы бизнеса приобрели на продвинутом уровне новые знания об организациях, действующих в современной деловой среде, выработки компетенций по их применению в различных, в том числе нетипичных, деловых ситуациях. Полученные на руки дипломы являются ярким тому подтверждением. Аделя Шамилова, Ленарда Влетьяров, Универ-Ньюс. На этом у меня все. Следите за нашими социальными сетями и будь всегда в курсе самых интересных новостей. Субтитры создавал DimaTorzok